На внеочередном заседании Заксобрания Свердловской области 12 марта депутаты поддержали закон о поправках в Конституцию Российской Федерации. Тот процент голосования, который сегодня есть, говорит о том, что подавляющее большинство, это 86% депутатов Законодательного собрания, поддержали закон о поправках в Конституцию. И я вам хочу сказать, что из Свердловской области поступило самое большое количество предложений, обращений, большое количество рассмотрено рабочей группой, ключевые, включенные уже в текст поправок. И, конечно, вот те предложения, которые есть, мы тоже будем рассматривать и использовать в своей работе. Напомню, Госдума России утвердила в третьем чтении поправки федеральный бюджет на период с 2020 по 2022 годы. Ряд изменений связан с обеспечением дополнительной поддержкой регионов страны, а также с исполнением поручения президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. После выступления в региональном парламенте сопредседателя рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию Павел Крошенинников пообщался с журналистами. Сейчас мы были на историческом событии, когда Законодательное собрание Свердловской области одобрило. Мы обсуждали весь текст Конституции, обсуждали процедуру прохождения поправок, как шли поправки, на какие больше обращался внимания, на какие меньше. И я очень рад, что в Свердловской области, где, собственно говоря, были одни из главных отцов-основателей действующей Конституции, Свердловский парламент поддержал поправки в Конституцию, тем самым он поддержал социальные гарантии, он поддержал суверенитет нашей страны, развитие этого суверенитета, четкое прописание этих вопросов в Конституции. Глава Среднего Урала Евгений Куйвышев поблагодарил депутатов Заксобрания Свердловской области за проявленную ответственность. Все поправки, которые предлагались, они и есть значимые. Я очень рад, что Павел Владимирович ответил на вопрос от наших депутатов, что даже те предложения, которые не вошли в действующие поправки Конституции, по ним создана специальная дорожная карта, создан орган, который будет рассматривать эти поправки, предложения в поправке, которые будут реализованы в том числе и через другие нормативно-правовые акты. Безусловно, все поправки, которые сегодня предусмотрены, они все важны, они все ключевым образом сыграют на развитие нашей страны, на укрепление нашего суверенитета, на укрепление нашей экономики, на улучшение качества жизни людей.